Добрый день дорогие друзья! Все 6 карт, Сеня и Ухо. Значит так, чтобы размяться, так сказать, немножко прочувствовать динамику игры. Действительно, шведская, шведская, датская дерби, СК гейм против Астрали, Стрейн, сразу же интересная карта, сразу же у нас пистолеточки и Астрализы в атаке. Поскольку атака, все-таки на мое субъективное мнение, более слабая сторона, а СК играет в защите, то вполне возможно мы сейчас увидим много интересного контрстрайка. Первая карта Трейн, вторая карта сегодня во встрече этих двух команд это Мираж. Напомню, что матчи играются по системе Best of 1. Просел немножко пока, что Пимп у нас в ответочку получил Дюпри, 12% потерял. Пимп пока контролит мидл, ну и решили сыграть аккуратно Астрали в этом раунде. Все прекрасно осознают, насколько важен пистолетный. Бомба у нас далеко возле синего. Ну и два человека на коннекторе. А Дюпри моментально реализовал свой Дезерт Игл, который ему дропнули тиммейты. Отстрелил никого иного, как Мэджик с боя. Именно Мэджик с бой у команды СК Гейминг является чуть ли не фраг-лидером. Потому что, помните, один из первых матчей Нави на Трейне, тогда Нави проиграли как раз-таки у СК. И именно Мэджик с бой просто невероятно играл против рожденных побеждать. Но теперь он погиб и вроде как Астралицам должно быть попроще. Дюпри сумел реализовать свой Дезерт Игл. Пошла раскидка Бэпленда и стяжка от всей команды СК Гейминг. Но это фейки. Фейк удался. Тем более, Кзипакс еще и сам выходит на Бэпленд. Делает свои минусы. Дюпри снова делает килл из Дезерт Игла. Пимп старается помочь Изига. Получается забрать Керригана. Пимп спроит. Минус Дюпри. Браво. Но в любом случае преимущество у команды Астралиц серьезное. Как позиционное, так и по количеству игроков. Кзипакс забирает нас Фриса. Остается последний пимп. Первый армор плюс Дефузы. Бомба ставится у нас вблизи дефолта. Девайс устанавливает бомбу и уходит в свои аси. Тем временем, три человека уже накинулись на пимпа и забирают игрока. 1-0 в пользу Астралиц. Хорошая работа от Астралиц. Очень важный был вот этот вот энтрикил, когда уже начинали 4-5. И потом, конечно же, фейк очень вовремя залетел. Получается, что когда команда больше на меньше фейкует, то вероятность того, что стянется весь противник, да, оставшихся 4 человека, она намного выше. Соответственно, в этом случае, особенно учитывая то, что Кзипакс сделал минус, потом еще один минус, то в конечном итоге все хорошо. Для Астралиц отличное начало в атаке, сейчас они пушат просто вверх-вниз, выходят в четвером. Интересная тактика, один чекает миддл, четыре выходят вверх-вниз. Уже тем временем у нас Мэджикс Бой забирает Каджумба. Дюпри, отличная работа, сразу же в ответ два минуса, Керриган минус Моди. Остается Мэджикс Бой с Асилионом, и парни будут пытаться как-то реализовать свои девайсы, которые у них были. Это Дигл и ЦЗшка, но мы видим, что не получают с Асилиона, но Мэджикс Бой опять делает еще один фраг. Отличная работа, и как ты уже отмечал этого парня, то он также был, кстати, одним из основных, кто похоронил команду Na'Vi. И тоже это было, кстати, я напомню, на трейне, это вот о той игре, о которой ты говорил. Ну и Мэджикс Бой, сейчас понимаешь, что шансов выиграть этот раунд крайне мало, ситуация 3 в 1. Мы видим, что девайс приходит с Зига, так называемого коннектора, и делает последний минус в этом раунде. Счет для Астралис 2-0, и естественно еще один раунд, эко-раунд для СК Гейминг. Ну и пистолеты у СК, не стали они что-либо сейчас покупать. Хотя, в принципе, хватает для того, чтобы взять по 250-е. Мэджик Бой берет хаешку, берет пистолет, также хаешка присутствует в моде, но в целом ребята, конечно же, играют без арморов, и Астралисом сейчас будет, ну, очень легко. Ну и 3-0, естественно, после пистолетного раунда, отличная игра от Астралис, сейчас мы видим первый, естественно, девайсный от СК. Ну вот смотри, обратите внимание, я вот постоянно противник таких вещей, но я смотрю, что вот очень часто покупают, вот они сейчас 5 легких арморов купили, да? То есть это следствие чего? Это следствие экономики или это все-таки перебор с гранатами? Почему так происходит? Просто они не парятся по поводу вторых арморов прежде всего, им все равно, они понимают, что противник СК и понимают, что на трейне особо нету прострелов никаких, поэтому вообще не важно. Но если он моментально погибает на коннекторе, и, собственно, видишь, исходя вот из этой ситуации, тут армор тоже как бы не помог бы, и в других ситуациях наверняка тоже. Но в целом и денег особо нету, они действительно взяли все гранаты, отталкиваются, ну, то есть между выбором, что важнее, граната или докупить армор, они понимают, что нужно иметь гранату. И в целом я с ними соглашусь, потому что АК против Эмак. Если бы пистолеты, например, у Астралис были, или там Экабай, а ты покупаешь первый армор, тогда да, это может зарешать. Пистолет тебе въедет в голову, до свидания. АК и так, и так въезжает и забирает огромное количество дэмэджа, убивает сразу. Начинается раскидка Б-плента, Мэджик начинает принимать верхний-нижний, уходит назад, ему еще довольно-таки везет, что дым никто не шьет. Мэджик чекает дальше верхний, к нему проходят игроки команды Астралис, тем временем у нас на зелени также есть игрок из датского коллектива Астралис, который готов запирать всех своих оппонентов, но СК позиционку полностью проиграли, никаких киллов запустили своих соперников, и выбивать здесь будет довольно-таки тяжело. Пим проверил Зиг, но по таймингу все срослось очень плохо, и в итоге Кажум побходит своего оппонента, забирает нам Пимпа, забирает моментально Фриса. Кажум, отличный выход в спину, Керриган тем временем оцеливает Моди, но и остается последний Мэджик. Сбой, который погибает все от того же Кажумба. 4-0, Астралис заберут еще один раунд и берут его довольно-таки легко. Да, действительно, раунд берут довольно-таки легко, интересный вот этот вот Кажумб, который заходит в спину, это очень важный момент. Кстати, что вот забавное в этой ситуации, обычно на такой позиции играет Дюпри, вот сколько я следил все последнее время, Удачан был таким одним, знаешь, вот таким соло игроком, который играет очень часто 4-1, был Дюпри, в этот раз был Кажумб, и это довольно-таки интересно. Возможно, что-то у Астралисов поменялось, но все-таки я не думаю, что прям-таки кардинально. Это будет видно, кстати, дальше по раундам. Что можно сказать о игре? Пока все, конечно же, для Астралисов складывается великолепно. Великолепно. 5-0, они сейчас выйдут, видно, насколько команда грамотно контролирует игру. Вот какое-то время назад Астралис немножко просели, прежде всего по игре. Сейчас Пим, мы уже выйдем в выход на Б, Пим забирает Кажумба, Керриган отвечает, тут же стягивается вся команда СК, но мы видим, что через коннектор все-таки они не решили пойти. Один человек пытается зайти сейчас с респа, но, опять же, учитывая то, что он играет против АК, здесь будет очень сложно делать ретейк. Так вот, Астралисы очень классно, очень грамотно выглядят и играют всегда сильно против команд слабее себя, либо же своего уровня. Только они встречаются с командой Фнатик, но это, наверное, проблема всех команд, которые встречаются с командой Фнатик, они начинают проигрывать. В целом, я просто что хотел подчеркнуть, что Астралис вот это та команда, у которой можно учиться играть. У них хорошая тактики, у них хорошая координация, понимание того, когда нужно захолдить и когда нужно остановиться. Ну и вот в конечном итоге мы видим сейчас великолепное начало для Астралис. Трейн, счет 5-0, полностью контроль карты. Но тут бывает еще такой момент, что сейчас СК просто может прииграться, притереться к своим оппонентам и начинать камбэчить. Все возможно, но пока 5-0 и хорошие деньги у нас, очень серьезные деньги у команды Астралис. Если они проиграют один, даже два раунда подряд, все равно будут покупать и сейчас СК Гейминг просто не позавидуешь. Дело в том, что у этих ребят все очень и очень плохо. Но, в принципе, всегда на трене можно начать какой-то, скажем так, легкий камбэк, если уже исходя из этого счета все закончится. 8-7, хотя вот Дюпри моментально слазит. Наверхниз убивает Мэджик с боя и снова СК Гейминг находится в меньшинстве. Аккуратней еще, это Астралис, холдят, контролят. Попадает, кстати, Фриз по девайсу, не сумел на снайпер команды Астралис вычислить плент А. И Моди начинает аркаду на зеленке. И вот непонятно, кто кого. Но флешка знатная, она полностью ослепила справа, но Моди не замечает оппонента. Вот это да. По итогу Моди погиб, хотя сделал он все четко. Флешка была идеальная, но не заметил своего врага. В итоге Фриз на зеленке, чекает дальше эту позицию. И вся команда СК находится на планте А. Очень круто вообще отыгрывают Астралис. Они до захода делают киллы. Обратите внимание, что совершенно... То есть не было никакого выхода ни на одну из точек. Были просто какие-то микромоменты и очень четко разыгранное преимущество от Астралис. Сейчас, по-моему, пойдет фейк опять же на точку Б, для того, чтобы сделать какую-то стяжку. А силен через коннектор смещается. Девайс Дюпри уже вышли на точку А. Кириган смещается наверх-низ. Сейчас же туда стянется к Зипекс. При этом еще есть Каджунг на зелени, но Пив поджал. Вердея, он раньше это сделал. Был наверх-низ. Его все-таки убил Киригана, но Дюпри тут же сыграл на размене. Отличная работа. Ситуация 2 в 4. СК крайне сложно будет взять этот раунд. Бомба ставится на Апленте. Непонятно, зачем Айслан находится до сих пор на зигзаге. Тем временем, Фриз старается работать из бани. Забирает он Кожумба. Но, может быть, пойдут, постараются. Айслан находит дефолт. Он с Дюпри. Дюпри сыграл аккуратно. Отпрыгал назад. В принципе, бомба шикарна для террористов. И только Смок, наверное, может спасти команду СК. И он вроде как есть у Фриса. Да, Фриз играет с АВП. Чекает близлежащие позиции. Из-под окон пока что не выходит. У нас игрок атаки. И вроде как Фриз уходит все-таки на сейв. Ну, а Айслан еще попытается сейчас найти своего соперника. Дюпри у нас на шестом вагоне. Айслан жмет. И Дюпри все-таки погибает. Девайс делает свой минус. Это размен. А Фриз сейвит АВП. Ну и 6-0. Конечно, полный разгром для СК сейчас. Но, тем не менее, уже благодаря тому, что они 6 раундов подряд проигрывали. Сейчас они довольно-таки близки к тому, чтобы делать бай-раунд. И учитывая то, что было зацелено АВП. Это очень хороший девайс в защите для СК. Ну и вообще на трейне. С АВПшечкой можно очень хорошо работать и делать киллы. Но проблема в том, что пока у СК не заходит абсолютно. Практически каждый раунд Астралис делает минус. Опен фраг какой-то. Можно сказать, что в начале раунда. И начинает Астралис и 5-4. Очень классная сейчас раскидка пошла на точку А. Астралис раскидали. Но пока не торопятся выходить. Просто много гранат и холд. Эйселан, тем временем, дальше сконтрирует точку Б. Мэджик у нас на пленте. Ну и моде, не знаю, будет ли Аркадий снова на зелень. Тем временем, террористы заняли хорошие точки. Действительно, Дюприз заходит в спину к Мэджику. Не ожидал у нас увидеть игрок защиты настолько близко своего соперника. Тем временем, Дюприз старается дальше играть под смачок. Уходит, наверное, на новую вышку. Бомба устанавливается. Позиция шикарная у игрока. Атаки. И выбить отсюда Дюприз будет крайне тяжело. Но попытаются. Заходит Пим под новую. Моментально погибает от того же Дюприз. Дюприз понимает, что под ним, возможно, находится еще один оппонент. Тем временем, Фриз ослевывает нас к Зипекса. Ну а тут Дюприз уже один против нескольких. И нужно играть очень агрессивно. Попытка была предпринята. Но это первый раунд для команды SK Gaming. Ну и наконец-то я, вы знаете, все мои милые друзья, что я очень люблю интригу, люблю хороший качественный Counter-Strike. И я, конечно же, надеюсь на то, что SK Gaming сейчас начнут комбетить и все-таки будут демонстрировать отличную игру в защите. Тем более карта Train, в принципе, позволяет это делать. И опять же, есть такой очень тонкий момент. Даже в противостоянии равных по силе команд. Вот, например, Na'Vi очень часто начинают, либо против Na'Vi начинают так играть. Вот, например, может вести в хлам за слабую сторону на какой-то карте 5-0-6-0. Потом команда подстраивается, адаптируется и начинает уже принимать и работать на всех позициях. У них начинает получаться. Где-то сыграл элемент удачи и они начинают комбетчить. Поэтому все-таки я надеюсь, что SK Gaming смогут сейчас взяться и возьмут хотя бы парочку-тройку раундов. Но опять же, начинается все по такому же сценарию, как и в предыдущих. Каджун делает минус моди и ситуация 5-4. Но, Астрализов больше. Теперь они халдят снова. И выходят вроде как на точку B. А за B-Plant отвечает A-Silent, отвечает также Freeze. Играет он с АВП, чекает Зигзаг. Ну и A-Silent, наверное, отгонят. Раскидка здесь шикарная, скорее всего, от команды Астрализ. A-Silent откидывает флешки в ответ. Астрализы понимают, что в коктейль выходить, наверное, не стоит. Но, в принципе, это ни на что не повлияло. Ну, возможно, времени выиграл A-Silent для своих ребят. A-Silent откидывает флешку Smog. Не стал пропушивать. Тем временем, Plant уже занимает игроки атаки. Девайс находит Magic Boy. Видимо, дым он видел. Все прекрасно. Минус 2 от Девайса. Браво. Игрок атаки. И, соответственно, снова нужно уходить на сейв и Фрису, и Пимпу. Это седьмой раунд. И, в итоге, тот один-единственный, который взяли у нас только что, игроки команды SK Gaming, ни на что не повлиял. Странно, почему такая слабая защита. Потому что, как раз-таки, в том первом матче на трене SK Gaming демонстрировали отличный результат. И характер. Здесь же абсолютно бесхребетно играют эти друзья. Может быть, не играли сегодня в Counter-Strike, только, опять же, пришли и отыгрывают свой первый матч. Возможно, и такое. Но результат налицо. 7-1 в пользу Астралис и денег, скорее всего, нет. Действительно, не складывается. Это денег точно... Ну, может быть, будет какой-то сумасшедший форсбай, но все-таки SK, та команда, хоть это не топ-топ, скажем так, они не входят. Вряд ли они входят в десятку, да. Но эта команда все-таки более дисциплинированная, нежели команда Envias, например. В этом плане, конечно же. И это тот неловкая та ситуация, когда ты раунд взял, раунд отдал, твоя экономика обновляется, ты опять получаешь меньше денег после, естественно, первого раунда. Помните, да, ситуация, когда проигрываешь один раунд, получаешь одно количество денег, и последующий раунд у вас всегда сумма за поражение получается больше. То есть сейчас у нас она обновилась, и опять же, SK вроде как раунд взяли, но по экономике это абсолютно... Ну, после того, что, естественно, не проиграли, по экономике сейчас, конечно, все очень плохо, и мы видим, что действительно это эко-раунд. Опять же, Астралис начинает медленно, вязко, вот такой вот, как любит Дима говорить, Crystal May, Flipside Tactics, когда очень медленная игра, очень долгий-долгий чек, вычисления. Ну, и мы видим, что это приносит клубы, Каджум делает два минуса, Кзипникс в это время выходит наверх-вниз, также делает два минуса, Изи раунд для Астралис. А что сделали Астралис? Астралис посидели ровно минуту, и SK Gaming сами подошли на агрессивные позиции, и тут просто по таймингу сложилось так, что Астралисы начали выход, и Изи убили, не потеряв ни одного, взяли восьмой раунд. В конечном итоге у нас сейчас мы видим бай у команды SK Gaming, две эмочки, два Фамаса и АВП. Ну, снова будет попытка какая-то взять от команды SK Gaming, пока что абсолютная игра у них не клеится, но в целом хотя бы 6-7 раундов было бы классно, ну, исходя из этой ситуации, наверное, даже 5 было бы классно. Фриз начинает за командой SK Gaming, неплохо, целевает моментально Кажумба, при этом Смог на верх-низе, и Дюпри выйти пока что не может, но, может быть, будет рисковать, выходя под флешку Смог. Пока что сам прячется от гранат, чтобы его не ослепили, чтобы к нему не ворвались. Но в миддл решил пробраться Пим, хороший спрей, нашел подсадку, забрал девайс, и Керриган ответил, в меньшинстве все равно ребята из команды Астралис. Фриз пока что в зиге чекает верхний, Эйселон чекает нас нижний, и парни готовы принимать своих обидчиков, но при этом Дюпри, обратите внимание, прокрался вблизь зига, его здесь абсолютно не ждет никто, но Фриз успел среагировать. И тут скорее даже не Фриз среагировал, а Дюпри моментально не попал в хедшот, потому что так бы было больно, и преимущество было бы уже на стороне команды Астралис. Кзипокс, один против четверых. Помнишь эту знаменитую песню Вадима Казаченко? Мне больно, мне больно. Вот здесь вот такая же боль приблизительно только сейчас для команды СК Гейминг, которая все-таки взяла второй раунд с горе пополам, но вот опять же, недостаточно взять один раунд, сразу же нужно брать серию, сразу же нужно цепляться за какой-то камбэк, иначе Астралис просто раздавит и растопчет. Собственно, она это и делает. Мы видим, как грамотно, медленно, никуда не спеша, при этом я тебе скажу, мы не видели там многих тактик от Астралис. Астралисы в принципе играют холд, никуда не торопятся и убивают своих оппонентов очень часто до захода. А это говорит о том, что скорее всего СК Гейминг ошибается позиционно и отыгрывает не так, ну скажем так, не в идеале, как бы этого хотелось, тем более на карте Трейна, которая все-таки дефенс сильная защита. Я вам опять же, я вам хочу просто сказать, чтобы вы понимали, что здесь Астралис выигрывает 8-2, не потому что там вдруг стала атака сильная, а потому что их оппоненты просто слабо играют. И Сеня говорил об этом, что действительно непонятно даже почему, почему настолько слабая защита и СК Гейминг, ну ничего, не могут противопоставить своим более именитым соперникам. Ну, может быть получится. В принципе, ран хороним, возможно, мы команда СК Гейминг. Трейн-карт такая, если все-таки 5-6 возьмут, пистолеты во второй и поедут. Моди оселивает нас пока что Кажумба на зеленке, на зелени остается также Дюпри, начинает докидывать гранаты, не знаю, пойдет ли. Тем временем в тупики подкрадываются у нас игроки атаки, неплохой коктейль молотого заднего плента отгоняет игрока защиты, под это все чекается. Бомба ставится у нас по центру плента и с верхниза, и с мидлой зелени, естественно, бомбу видно. Четкие, четкие позиции занимает команда Астрали. Скерриган уходит на мидл, над верхнизом находится у нас тоже игрок атаки. Я даже не знаю, чем СК занимается, они просто сами в маленьком шоке, они думают, как бы подойти, как бы выйти. Дюпри откидывает моментальные гранаты у нас на зеленке, напрягает оппонентов. И, по-моему, теперь в какой-то уже секунде должны понимать, что нужно уходить на сейв. Но отвечает, минус Керриган, минус Дюпри, бомба стоит все там же. Секунд 15 остается, девайс сумел реализовать АВП этим временем промах. И что, неужели они возьмут тот раунд? Да, они берут тот раунд, они просто подождали очень долго по времени. Ух ты, я что-то забагал, у тебя тоже сейчас дважды сработал звук дефуза? Нет, нормально, один раз все было. А у меня сейчас дважды под конец сработал еще раз дефуз. Но, опять же, бывают такие баги. Четыре раунда остается в первой половине. СК Гейминг, браво, ну, зарешал фактор 40-секундной бомбы. Теперь можно заниматься, по сути, ничем 10 секунд. И потом взять и пойти, и всем раздать. Да, достаточно просто постоять. Но, на самом деле, вот мне кажется, что в С4 таймере, вот, это плюс эти 10 секунд. Потому что есть, вот, с точки зрения выбивания, есть больше времени для того, чтобы подумать, для того, чтобы перетянуться, перегруппироваться. Потому что иногда банально не хватает времени, да, вот, просто даже на стяжку. Ну, то есть, у тебя есть тиммейт, который держит плент Б, например, да, и он очень далеко находится, где-то в упоре. Ну, и тут приходится устанавливаться бомба на А, да, ну, там, он не слышал, был выключен из экшена, неважно. Ему нужно стянуться. Он пока стянется, уже, там, 70% таймера отпиликает, да, там, плюс где-то подзастрял. А так есть всегда еще 10 секунд. Ну, не знаю, мне нравится это увеличение и в раунд тайме, и в С4 таймере. Я считаю, что это с тактической точки зрения, это только плюс с Counter-Strike GO. У нас мы видим сейчас у Астралис довольно-таки активная раскидка на Б, при этом бомба быстро стягивается в мидл. Есть также еще один игрок наверх-вниз, это Девайс с АВП, но он, к сожалению, подгорел немножечко. Вернее, ему кинули коктейль, и он остановился. И под вот эту вот раскидочку на точке Б стянулась команда SK Gaming, но Астралис не вышли. Но при этом два сейчас находятся в упоре, и вот она заключительная стадия. Моди у нас пока что под окнами остается, но Эйсон неплохо словил своих оппонентов на перекрестном огне вместе с Пимпом. Однако Пимп погиб, и он никого не убил. Кажум зашел в спину, оселивает того самого Моди, который долго находился под окнами, но в итоге погибает. И ситуация 3 в 2. Мэджик чекает по линиям, знайте, находится соперник. Зипексу остается только жить. Ну и два оставшихся игрока в команде SK Gaming, наверное, пойдут вперед. Но все-таки Зипекс выловил своего соперника, Мэджик с Бой погиб, Фриз чекает дальше ближние точки. И, скорее всего, уйдет на сейв. Может быть, попытается еще кого-нибудь отстрелить. Чекает Зигзаг, там никого, слышит оппонентов вблизи себя. Летает у нас моменталочка, Фризу она ничего не сделала, и Фриз готов у нас фаззумить. Где Зипекс? Зипекс ждет. Зипекс ждет, Фриз разворачивается, ну и будет ли здесь нож или нет? Оп! И все-таки сумел Фриз отстрелить Зипексу. Летает флешка, Фриз промахнулся, уходит на Б, пытается поменять свое месторасположение. И успешно, мне кажется, выживает. Да, 9-3 в пользу команды Астралис. И с деньгами снова напряженка, но Фриз сможет дать дроп. Вот очень важно было бы Фризу сейчас как раз-таки для этого бая сейвить, и он справился. Ну и в конечном итоге не самый плохой бай для SK Gaming. Ну как не самый? Могло быть все и хуже. Или просто не было бы этого бая, скорее всего. Тремочки, АВП и ТЗ-шечка, в общем-то, можно поработать. Но опять же, SK Gaming должны были брать серию раунда. Они взяли всего-навсего 2, и этого явно мало. Опять же, этот раунд также очень важен. Если вы хотите зацепиться за более приемливые счеты, там взять хотя бы 5-10, да, в идеале 6-9, то, конечно же, нужно брать этот. И что самое интересное, если сейчас посмотреть на деньги Астралис, то если SK Gaming возьмут раунд, Астралис как раз-таки денег будет ровно на 1. И поэтому в последнем, скорее всего, Астралис денег не будет. То есть, ну, естественно, есть нюансы в виде поставленной бомбы, но тем не менее. То есть SK Gaming с точки зрения экономики и ужасного счета может сейчас совершить очень хорошую для себя серию и выйти на счет 9-6. А там попробовать зацепиться за пистолеточку в атаке и показать лучший атакующий Counter-Strike, который, кстати, против Na'Vi они также демонстрировали. Я, правда, не помню, какая там сторона доминировала, но там очень динамичная игра была, поэтому все-таки я надеюсь, что SK проснулись и начнут сейчас брать больше раундов. Посмотрим. У нас СЗшка у Моди. Это один из ключевых раундов. Без него никак. Мэджикс отлично забирает вместе с Кожумба и Дюпри. Девайс делает размен. Керриган все временем разращивает от флешки, но поворачивается моментально на 180, забирает Пимпа, минус Эйселан. Фриз с Моди остаются вдвоем против троих. Бомба устанавливается. Тем временем Моди решил обойти в спину, и Фриз тоже обходит в спину. Не самая удачная игра, но возможно что-то получится. Фриз спускается и не фаззумит. Не попадает он по Керригану. Тут будучи красным оцелевает своего оппонента. Моди подбирает Девайс, забирает к Зипекса, понимает, что где-то под окнами находится соперник, начинает нашивать вверх-вниз. И убьет ли Девайса. Нет, САВП играет сейчас на руку. Это 10-3 в пользу команды Астралис, и два раунда остается. Ну и браво в очередной раз Астралис. Конечно же парни демонстрируют просто отличную игру. Кстати, по пингам, обратите внимание, все очень круто. У обеих команд хороший пинг. То есть по стрельбе, опять же, здесь можно очень классно выступать. Ну что можно сказать? Экорал для СК гейминг. В общем-то, надежда, наверное, уже потеряна. Но, опять же, с другой стороны, можно надеяться на какой-то небольшой мини-камбэк при случае взятого пистолетного раунда. Но я думаю, что Астралис, которая, кстати, является на сегодняшний день лидерами в этой лиге, да, ну они там занимают второе место. Но по очкам с НИПами у них по 27 очков. Соответственно, просто у НИПов 10 матчей сыграно, а у Астралис 12. Но эти две команды являются лидерами. И, в общем-то, как мы видим по игре, действительно абсолютно заслуженно. Астралис, опять же, там, где надо своих 3 очка взять, они берут. А если вспомнить, например, как Na'Vi сыграли против команды СК, так там вообще был позор. Если я не ошибаюсь, на Кобле 1.14 за атаку. То есть взяли только всего-навсего 1 раунд Na'Vi против вот этих вот СК Гейминг. Дорогие зрители, вы представляете себе такое кино? Вот вы смотрите игру, комментирует для вас Ухо и Сеня. Играет Na'Vi против команды СК Гейминг на Кобле за атаку и берет 1 раунд из 15. Это невероятно. И в это, на самом деле, тяжело поверить. Но действительно это было. И это была команда СК Гейминг. Последний раунд у нас за первую сторону. АВП от Фриса, АВП от Девайса. 11 взяли Астралис с каждым разом. Они действуют все расковывание и расковывание. И в итоге этот расковыватель может теперь к конец подвести. И, в принципе, могут отдать 4 раунда своим соперникам. Ну а там, может быть, СК вдруг изменят что-то в себе и станут играть лучше. Мэджикс Бой был со Смоком, только что мог, в принципе, откинуть Смок. О, боже мой. Это решение могло прийти к нему намного раньше. Почему он сразу не кинул этот коктейль, будучи Смоком в руках. Но подождал, подождал. В итоге сумел все-таки забрать Дипекса. Погибает Девайс моментально на нижнем. Остается последний Керриган наверху. Старается зааймить по оппоненту. Но там слишком много уже игроков защиты. И четвертый раунд для команды СК Гейминг. Ну и переход за другую сторону. Ну, что можно сказать? В целом, можно констатировать тот факт, что Астралис очень хорошо играет Трейн в атаке. По крайней мере, против команды СК Гейминг. Возможно, ясно, что если бы это была команда типа G2 или Virtus.pro, или там даже тех же Dignitas, да, третьей датской команды, то было бы посложнее. Не знаю, что там случилось у СК. Может быть, сложно, на самом деле, здесь гадать, когда команда вот так вот настолько плохо обороняется и так плохо. Я бы не сказал, что разница тут в классе настолько большая, что вот так вот прямо 11-4. Опять же, всякое бывает. Может быть, сегодня как раз тот день, когда Асилин ездил за пирожками к своей бабушке, и в это время к Zipex там менял колесо, где-то пробил его на автостраде, и они не успели вовремя собраться, потренироваться, разыграться перед вечерней игрой. Знали, что есть катка в 7-6 по европейскому, но при этом просто банально не успели, сели, ручки холодные, замерзли. Тут Астрали сразу на-на-на, все, 11-4 отлетел. Теперь надо разыгрываться за атаку. СК Гейминг уже пропушили закрытый бэплент, выходит очень быстро, при этом Астралис очень быстро стягивается. Зипекс делает минус в моде. Отличная хелпа от Астралис, и уже хорошая позиция для того, чтобы даже не дать поставить бомбу. Мэджикс Бой отвечает к Зипексу. Керриган делает минус Мэджикс Бой, пытается установиться бомба, и будет ли этот момент. Вот это ключевой момент, кстати, в этом раунде. Бомба фейк. Бомба, да, бомба на самом деле ушла наверх-вниз. Если сейчас Фриз выживет, или хотя бы сделает минус, будет очень хорошо. Проблемы. У СК Гейминг ситуация 2 в 4, устанавливается бомба. Но при этом Астрализы в 4 были только что на пленте B, стягиваются на дефузы у нас есть у Девайса. И здесь все зависит от того, насколько грамотные позиции, насколько много своих соперников смогут убить парни с командой СК Гейминг. И Пимп и Эйслан должны, по сути, взять двоих оппонентов на себя. Моментально Эйслан с новой вышки забирает Керриган, играет очень аккуратно, чекает плент, отстреливает, возможно, еще одного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это нож, Эйслан, красавчик. Еще и попал ножом по другому, своего соперника. У Кожума остается 24%. Можно раздефузить под смачок, и Кожум погибает. Браво, команда СК Гейминг очень четко сработала. Вышла на B, поменяла свое решение, ушли на точку А потом, и в итоге в конце очень четкую позицию занял у нас игрок команды СК. Ну и отлично, действительно, СК разыграли 2 в 4, после выхода на B, стянули всю команду Астралис, но просто немножко, видишь, не зашло по разменам, и в итоге вдвоем пришлось остаться парням, но все-таки очень четко отыграли игроки команды СК. В конечном итоге забирают пистолеточку, вот она интрига, возможно, СК Гейминг сейчас продемонстрирует очень интересную атаку, и Астралисам придется терпеть за дефенс. Скауты у команды Астралис, в две такие полуснайперские винтовки, обрезанные, скажем так, снайперские винтовки играют у нас Астралисы, ну и две ЦЗшки от Дюприз Девайсом, 5-7 от Гзипкса, плюс второй армор. Пока что Гзипкс находится у нас на точке B, чекает туда-сюда, ну и вроде как СК Гейминг пойдут на точку А, а именно здесь-то и находится скопление большой игроков команды Астралис, поэтому если пойдут, так на будет серьезная стычка. Модим занимается контролем Бепленда, тем временем на Мэджика идет Девайс, и по-моему он приплыл. Да, Мэджик отличный, а им, как всегда, забирает одного второго, две головы, тем временем Гзипкс не прочекал, по-моему, нижний, но понимает, что, возможно, выход идет на него. Но это снова фейк, накидали гранаты и уходят наверх-низ. На Б Плэнте у нас находятся, извините, на А Плэнте находятся два человека, это Кожумб вместе с Гзипксом. Парни готовы принимать мидл плюс верх-низ, но их двое против пятерых. Тем временем, кстати, спину поджал Гзипкс, может быть что-нибудь выйдет. Гзипкс играет аккуратно на шефте, падает, забирает Эйслана, подбирает Девайс, это АК-47 плюс второй армор, это опасно, но слишком много у нас игроков команды СК. Гзипкс реализовал АК, забрал Пимпа, коктейль Молотова. Ооо, это помогает Динваген. Гзипкс погибает. Ну и в конечном итоге, вот этот вот один чек на Б, который был в упоре, он позволил своим оставшимся игрокам, естественно, обороняться на точке А, я имею ввиду расположение игроков команды Астралис, но, как мы видели, все СК Гейминг сделали четко, законтролили все позиции, сделали минуса, не поломились, правда, потеряли все-таки двоих, но, в общем-то, в конечном итоге раунд забрали. Тут, после взятой пистолеточки, естественно, главный вопрос, это вот четвертый раунд, когда у вас девайсы, и нужно будет противостоять таким же девайсам у контуров, которые позиционно, естественно, находятся в преимуществе. Ну, посмотрим. Тем не менее, в общем-то, надежда есть на то, что будет камбэк, и то, что будет СК Гейминг все-таки брать раунды. Ну, а Астралисы, в свою очередь, должны демонстрировать хороший дефенс, ну и можно будет как раз посмотреть за тем, как они обороняются, и сделать какие-то выводы для себя. Ну, как минимум, игрокам команды СК Гейминг стоит просмотреть потом девочку, почему же все-таки они так сильно сами плохо сыграли за дефенс, при этом их оппоненты отыграли намного лучше. Посмотрим, как это будет. Каджун уже находит Ассилияна. Тут вроде как заходят на точку АСК Гейминг, моде делает минус Каджун. У нас бустится как раз к зип-экс. Возле зига, какая же ошибочка! Дюпри, зип-экс, дюпри, подбирает АК! Лол! Лол? Лол не то слово. Отличная работа от команды Астралис. Парни берут просто эко, друзья. Эко с пистолетами, самыми первыми, без арморов. Такое бывает крайне редко против, по сути, бронированных танков. Совсем-совсем-совсем еще и забирает себе эти АК-47, и, соответственно, огромное количество денег сэкономили парни с команды Астралис. И даже если СК сейчас возьмут раунд, тогда все равно Астралис сделают бай. А у СК тем временем очень плохой бай. У них первые арморы, и у них Мэджик с бой с Дезертыглом, плюс минимум гранат. Но, может быть, Фриз сейчас порадует своей снайперской винтовкой. Смотрим. Ну и в конечном итоге можно не говорить о камбэке, когда дается эко-раунд. Это, конечно же, огромный провал для СК. После взятого пистолета отдать эко-раунд это очень плохо. Но СК-гейминг... Я таки надеюсь на то, что не будут унывать. Сейчас соберут раму и будут демонстрировать хорошую атаку. Мы видим, что заняли как минимум парней зелень, но уже Керриган забирает у нас Фриса, и 4 в 5 начинается этот раунд для СК-гейминг. Опять же, до захода умер один человек у СК, и это есть очень плохо. Не было размена. Сейчас они в меньшинстве. Керриган делает еще один минус. Пимп. Он тут очень хорошо в медле поработал. Мы видим, даже труп лежат друг на дружке. Собственно, парни... Просто банально это говорит о том, что сначала вышел один умер, потом прошло секунд 10, вышел второй умер. А на самом деле эти двое могли сыграть просто банально вместе и законтрить Керригана. Поэтому плохое начало девайсного раунда, который, в общем-то, СК-гейминг должны брать для того, чтобы зацепиться за счет и все-таки показать хороший контрстракт на трейне. Но ситуация 3 в 5 и тут остается... Ну, на месте их всегда, как правило, и ты об этом точно знаешь, всегда террористы идут в меньшинстве на точку B. Ну, вообще, тут нужно было просто сконцентрироваться максимально ребятам из атаки. Они должны были понимать, насколько важен этот раунд для дальнейшего камбэка, что тупить здесь абсолютно не нужно было и погибать. Но неплохой спрайт зипокса нанес он огромное количество дэмэджа. Сфокусировал внимание своих тиммейтов, что это точно бай, в итоге все тиммейты потянулись. Вот еще и Кажум прекрасно отыгрывает на верхнем. 13-6 развал экономики полной команды СК Гейминг. 13-й для Астралис и 14-й тоже возьмут именно эти ребята. Ну и четко отыгрывает Астралис. Мы видим безошибочно на девайсных раундах. Перед этим, естественно, взяли Эко. Опять же, что мешало команде СК брать Эко за дефенс? Ну, вообще, Эко сложно взять на троине тем не менее. Вот у Астралис просматривается какая-то тактическая составляющая. Какая-то задумка. у нас глоки пытаются очень быстро выйти наверх-вниз. Они это делают. Флешка отличная от Астралис и Дюпри работает, делает минус моди. Тут же стягивается Каджун, минус от Каджун, от Дюпри, от Керригана и девайс забирает последнее осилие. Естественно, все довольно-таки легко было, так как СК Гейминг были с глоками и, собственно, ни армора, ни гранат и никаких идей. 14-6 и Астралис, по-моему, уверенно будут все-таки забирать оставшиеся раунды. СК Гейминг ну, за атаку, по крайней мере, за исключением пистолетного раунда и то, напомню, там была ситуация 2-4, которую парни разрулили довольно-таки удачно. Сейчас, мы видим, ничего пока не складывается. АВП девайсом пытается принять пробегающих террисов на тупики. Тем временем Эйслан наказывает Керригана. Кожумп играет между, забирает моментально Эйслан, тем временем девайса тоже убили. Зивк решил поджать спину, но был к этому готов игрок атаки. Кожумп старается из-за плента забрать своего соперника под окнами. Моментально погибает все-таки Дюпри, ну и Кожумп отвешивает для моди, однако он оставался один против двоих. И быстрый раунд от команды СК Гейминг удался. Сумели они забрать еще одно очко, но это 14-7. И все равно, все равно нужно еще парочку раунд. Ну хотя бы один, чтобы сбить деньги команде Астралис, восьмой, за ним девятый, ну как-то так выстраивать камбэк, но с другой стороны Астралисы все это тоже прекрасно осознают и сейчас будут драться до последнего именно за этот раунд. Ну и хорошо, СК берут раунд, возможно они смогут еще взять парочку, как-то продемонстрировать тактическую составляющую, за счет которой они смогут взять парочку раундов. Моди очень близко играет уже на спуске, готов выходить, при этом мы видим, что один игрок Астралис находится на точке Б, сейчас по таймингам все хорошо для СК, если они прямо сейчас выйдут, то может что-то получиться. Зипокс у нас отвечает, забирает моди, начинает накидывать флешки, тем временем получает в ответ, стяжка пошла от команды Астралис на точку Б, у нас есть запирающие у атаки на зелени, тем временем Фриз забирает Керригана, врывающегося Зига, Девайс накидывает флешки, понимает, что его могут смотреть, но Фриз уже погиб, а вот такой вот коктейль Молотова, это шах и мат, Девайсу теперь нужно ждать примерно 7 секунд, но Дюпри приходит на помощь, забирает со спины Пимпа, остается у нас на пленте по сути один лишь игрок атаки, и многое зависит от Мэджикс Боя, который ошибается, заходя в спину, это было так важно, Эйслан наказывают на нижнем, бомба будет раз дефужен, это 15 раунды команды, Астралис, и последний, возможно, раунд на карте нас ждет, потому что команды из гейма, в любом случае, денег будет немного, даже несмотря на то, что они установили бомбу. Ну и мы видим, что Астралис очень хороший, контрстрайк демонстрирует, игра в атаке была великолепная, сейчас мы видим хороший дефенс, в принципе, можно сказать, что эта карта за ними, и в общем-то, в целом, конечно же, мы видим, что полностью контролирует игру, тут только раунд взяли СК, сразу же ответочка от Астралис, кстати, за атаку было то же самое, только за дефенс, Астралис, вернее, СК берет раунд, тут же Астралис берет ответочку, и там максимум был стрик в два раунда, если это можно назвать стриком, СК очень быстро выходит на точку, ай, уже Дюпри просто жжет, значит, с боя. Да, вот он, коктейль Молотова, отличный коктейль, который перекрыл полностью всевозможные подходы, и пришлось просто погибать. Эйслан остается один против троих, врывается в область Зига, и моментально погибает от Кожумба. Очень легкая победа для команды Астралис, дорогие друзья, но нас ждет еще одна карта. Мираж. Что у нас там следующая? Карта Демираж, не переключайтесь, те же команды будут играть, три очка Астралис заработали, но, возможно, сейчас парни с командой СК будут отвечать на Миража и возьмут себе три в ответ. Посмотрим через 15 минут. Всем добра.